Hi! Вы на канале Magic Family. Меня зовут Аня и со мной мои собачки. И что-то, ребята, моя болезнь затянулась и я никак не могу выздороветь. Не знаю почему. Но, несмотря на это, я решила все-таки снять для вас видео. И вы очень часто спрашиваете меня про дрессировку собаки или щенка. И поэтому сегодня мы поговорим именно об этом. И я покажу, как я дрессирую собачек своих на примере нашего щеночка Юмичу. Так что давайте начинать. Подписывайтесь на канал, если вы у нас впервые. И поехали! Я делю дрессировку моих собак на два вида. Для жизни это полезные команды, типа дорога, зайди, выйди, поехали и так далее. И для развития отличать мячики, игрушки, танцевать. Или, например, команда собачий бок, которую вы сегодня увидите. Про основные правила дрессировки собак, а также про примеры команд, наша Софиша уже снимала ролики и ссылочки на них мы оставим внизу. Так что потом обязательно пойди в описание. А сейчас ролик смотри и лайк мне поставь. Я возьму лакомство и не забывайте, ребят, что оно должно быть мелкое, чтобы собака могла быстро его съесть. Иначе она будет долго жевать и дрессировка будет бесполезна. Наша основная задача в дрессировке это вовремя и очень хорошо активно похвалить собачку. Потому что если вы похвалите собаку не вовремя, она не поймет, за что она получила лакомство. Если у вас есть щеночек, то вы знаете, что приучить его к имени очень просто. Достаточно лишь постоянно произносить его имя. И когда он на него откликается, обязательно гладить активно и хвалить. А также желательно, когда вы общаетесь со щенком, говорить постоянно ему его имя. Юмичу, да? Чем чаще ты произносишь мое имя и общаешься со мной по имени и не забываешь хвалить, когда я откликаюсь, тем быстрее я его запомню. Понял? Юмичу! Это я! То же самое с командой ко мне. Каждый раз, когда щенок сам к вам подходит, вы можете произносить эту команду и давать лакомство. И хвалить щеночка. Тогда он понимает, что это что-то значит. Я, например, не говорю ко мне, я говорю иди сюда. Иди сюда. Пришла! Молодец! Команду места Юмичу знает пока еще плохо, и мы над этим постоянно работаем. Но как приучить к этой команде? Это тоже очень просто. Когда вы хотите, чтобы собака пошла на свое место, если она пришла при женку, вы хвалите ее за это. Вот, Софиша, молодец, место! Я называю эту команду не место, а идите к себе или иди в домик. Эйван, иди к себе! Молодец, Эйван, иди к себе! Так как Юми пока еще не понимает саму команду, каждый раз, когда она заходит в домик, то есть идет к себе, я говорю, иди к себе и хвалю ее. Показываем щеночку лакомство, произносим команду один раз, а также, если он не выполняет команду, помогаем ему дополнительными какими-то словами. Иди к себе, Юми! Че ты хочешь? Давай! В лизанку, что ли? Давай! Молодец, иди к себе! А когда хвалим, повторяем команду, чтобы она запомнила. Иди к себе, молодец! Команду сидеть щенки учат очень быстро чаще всего, потому что как только вы показываете им лакомство и помогаете им рукой, они чаще всего садятся. Молодец, сидеть! Она, конечно же, его очень хочет съесть, и сейчас мы говорим. Сидеть! Сидеть, молодец! То есть сначала мы держим лакомство очень близко к носу. Сидеть, молодец! И только когда вы уже точно видите, что щенок явно понимает, что вы от него хотите, вы уже можете попытаться увеличить расстояние. Сидеть, Юмичу! Молодец! А дальше со временем вы уже можете просто говорить команду, никак не подавая никаких знаков. Сидеть, Юмичу! Вот, молодец! Но если ты думаешь, что это так быстро, нет! Мы это сто раз повторяли, пока я не поняла. Команду лежать проще всего учить из команды сидеть. И здесь мы, по сути, делаем то же самое. Мы помогаем щенку лакомством прямо около носа. И дожидаемся, когда он выполнит команду. Лежать! Куда ты ее тянешь? Давай! Молодец, Юмичу! Лежать! Лежать! А, я кажется, поняла. Надо его так делать. Давай, малыш! Молодец! А сейчас мы можем при помощи своей руки попробовать научиться одеться щенка из этой позы. Сидеть! Встать, что ли, надо? Вот, молодец, Юмичу! Нужно понимать, что щенок, как и вы, когда вы чем-то учитесь, вам нужно для этого время и щенку тоже. Поэтому не надо учить сразу много команд и нагружать щенка, достаточно учить одну команду в день. Пытайтесь довести одну команду до идеального состояния и только потом добавляйте другую. Заниматься можно по 5-10 минут в день, иногда можно 15, уже увеличивать время. Но главное не перегружать щенка, иначе ему станет скучно. А после дрессировки надо не забыть поиграть. Тогда каждый раз, когда мы позанимаемся, я буду думать, что после этого будет весело. И я буду любить дрессировку. Как научить щенка давать лапу? Посадите щеночка и протяните ему руку. Он чаще всего сам кладет вам лапу на руки, когда пытается с вами, например, играть. Дай лапу! Молодец, Юмичу! Если же щенок не понимает, что вы от него хотите, когда вы говорите дай лапу, нужно попытаться разыграть щенка, чтобы он как бы сам дал вам лапу. Молодец, дай лапу! И в этот момент обязательно его похвалить, держа его лапку в руке. Молодец! Как я научила Юми приносить мячик? Сначала она просто им играла и, конечно же, мне его не приносила. Эту команду называют Апорт. Я назвала эту команду Принеси. Начинать нужно тоже с маленького расстояния. То есть кидаете мячик, и как только щенок просто хотя бы обращает на него внимание, хвалите его. Молодец! Мячик нужно кидать рядом с щенком. И как только он хотя бы его просто берет в рот, хотя бы немножко сразу же хвалит. Мой мячик! Молодец! И вот щенок понял, что когда он берет мячик в рот, то ему дают лакомство. Молодец! Теперь можно попробовать кидать ему мячик и просить его принести его. Конечно же, с самого начала щенок не станет вам приносить мячик, но постепенно мы этому его научим. Принеси! Ай, молодец! Вот щенок побежал за мячиком, взял его в рот и не донес до вас. Но все равно в этот момент нужно его похвалить, потому что он уже совершил попытку. То есть мы с вами хвалим каждую попытку щенка взять мячик в рот и понести его. Принеси! Молодец! А теперь мы попытаемся кинуть мячик и подставлять руку, когда Юмичу открывает рот и выпускает его. Хватит уже терять мячик! Принеси! Молодец! Главная моя задача это успеть подставить руку, чтобы она как будто бы положила мячик мне в руку. Тогда она начинает запоминать это действие. Принеси! Не теряй больше! Ай, молодец, Юмичу! И самое главное, чтобы щенок запомнил, что от него требуется, это постоянное повторение. Конечно же, щенок первое время будет отвлекаться, и вам самим придется ходить за мячиком, брать его и снова кидать. Но со временем, каждый раз повторяя одно и то же, у вас обязательно получится. Опять потеряла? Я не пойду? Вот сейчас я кинула мячик, а Юми за ним сначала не пошла. А теперь молодец! То есть я хвалю ее тогда, когда она либо выполняет команду, либо пытается ее выполнить. В трассировке есть еще такой лайфхак, например, сделать команду из того, что собака уже делает сама. Вы знаете, что ваша собака к чему-то склонна, и она что-то постоянно делает, что вам нравится, и вы хотели бы, чтобы она это делала по команде. Юмичу постоянно становится на задние лапки и складывает передние так, как будто она умоляет, молится или очень сильно просит. И я решила сделать из этого команду. И каждый раз, когда Юми складывала вот так лапки, я говорила, умоляй, молись, и хвалила ее, и давала лакомство. Сейчас Юми еще не идеально делает эту команду, и ее нужно закрепить, то есть каждый раз повторять ее постоянно и хвалить ее, когда она это делает. Помолись собачьему богу. Давай, собачий бог, молодец. Юми, собачий бог, молодец. Юми, собачий бог, умоляй, молодец. Пожалуйста, собачий бог, сделай так, чтобы у меня каждый день были вкусняшки. И чтобы тот, кто смотрит это видео, подписался на наш инстаграм. Шук. Я в шоке. Сурикатик. Я сурикатик. Я Юми блин. Лежать. Стараюсь. Кружись. Тара, та, 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 та. Я лежу уже. Если вы хотите, ребята, видео о других командах, или о том, как я дрессирую Мишу, ставьте лайк этому видео, и мы обязательно снимем его. Мишу, лайк. Вот этим ребятам приветики от нашей волшебной семейки. Почему? Это случайные ребята, которые репостили наше видео. Привет им. Если ты в мире дископа, ставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий, да-да-да-да-да-да-да. Чик, 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 пупы здесь, чик, 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 чик. Юми, перестань, даже портишь песню. Юми, пусть слова, которые тебе сказали. Ля-ли-ки, смотри-ся, ля-ли-ки, смотри-ся, ля-ли-ки, смотри-ся. По-моему, мы запороли песню. Ммм, да уж.